копии больше дам только после окончания уголовного дела я ему сказал на это что тебе конституция по барабану выходит я обращаюсь ко всем блогерам правозащитникам правоведом юристам и всем ко всем кто может помочь помогите распространить этот ролик помогите игорю помогите советами звонками поддержкой информации распространение информации всем утра раздался звонок за забором 3 прятались три автоматчика вальяжно зашли как потом я выяснил поддельное такое постановление нет будет не осмотр будет обус ну в общем такая хрень полдня меня еще допрашивали ответов но пока нету вам конституция по барабану банда творит чё хотят данное мероприятие не относится к жилым помещениям вообще не имея никаких оснований возбудил уголовное дело так как фактов нету никаких ты говорил у тебя какая-то болезнь типа диабета до последняя стадия дурка это фактически больница чем кормят в больнице это что есть диабетику в принципе нельзя а чужие не до тебя докопались то я не пойму это просто дана команда насколько я понимаю экспертизу мне вчера показали местных работников фсб то есть фуфло явно ты уже давно не пользуешься паспортом рф и у тебя его вообще в принципе нету нету и персону с регистрации снял да а как они вообще определяли что ты это ты а как вы узнали кто я такой как ты определил что я это я по оперативно-розыскным мероприятиям все ты со слов сотрудников полиции да да мне прокуратура отвечает мы смотрели творят чё хотят не соблюдают вообще не законов вообще ничего для него что человек что физическое лицо одно и то же тебя здоровье страдает и ты можешь просто не пережить эти 30 дней в этих стационарных закрытых условиях просто тебя здоровье не выдержало и все а свидетельство о рождении вы получите после смерти какой-то каменный век добрый день антон николаевич ну давай ты хотел взять у меня интервью я готов ответить на твои вопросы давай с самого начала рассказывает как произошло и это ну в том году но я коротко буду факты только буду говорить в том году 9 9 августа по моему ну может числах я чуть попутал всем утра раздался звонок у калитки стоял мой участковый семчин олег платонович который попросил меня показать ему счетчик что якобы у меня сорвана пломба так ему пожаловались ну я уже по ну я человек доверчивый то есть я сейчас понимаю что этим орлам из фирмы рф доверять вообще ни в чем нельзя но я его запустил только я открыл калитку у меня забор шиферный то есть шифер высота метр восемьдесят за забором 3 прятались три автоматчика с образца в черных автоматах залетели и гражданские лица молодые пацаны вальяжно зашли было мне ну естественно я спросил ребята кто вы что вы со мной тут делаете не было предъявлено постановление как потом я выяснил поддельное такое постановление суде города ростова ленинского не было но постановление было на осмотр здания я прочитал нет проблем отходите вокруг осматривать они мне сказали нет будет не осмотр будет обыск ну зашли полдня тут все меня вытряхивали с ног на голову 320 листов изъяли документации каждый лист должен быть описан ничего не описано удостоверение судьи советского союза печать паспортный паспорт сср подарочные от барышевой профсоюзные билеты 70 штук с печатями профсоюзные печати демкинский так как я был руководителем его профсоюза ну в общем такая хрень юс все собрали увезли забрали меня с собой полдня меня еще допрашивали без записи где-либо в регистрационном журнале так ну начались звонки сейчас сейчас я отвечу звонили со среднего уральска ну вот люди видно стали реагировать но молодцы то есть я сейчас отключаю телефон на беззвучный поставь просто не отключай хорошо но в общем я закончил тем что у них не было ни протокола на обыск ничего было постановление на осмотр помещения поддельная которая в суде не подтвердилась я послал письменный запрос ответов но пока нету может будет а может и ответов никакой не будет а ты истребовал эти постановления на основании которых те зашли меня вручили дали копию только протокола больше вообще ничего не дали на том основании мотивировали но не положено по фазе там об оперативной деятельности я говорю ребята то есть вам конституция по барабану у вас самое главное ваши законы вот такая ситуация то есть яркий знаю что я имею право делать естественно я все это запрашивал но вот такая хрень получается антон банда творит чё хотят у меня зашли точно по такому же постановлению то есть в рамках урм оперативно-розыскновых мероприятий но есть приказ у мвд который гласит что данные мероприятия не относятся к жилым помещениям то есть они они это прекрасно знали они просто вот так ну как говорится буду ровка заходят и здесь действует совершенно незаконно будь добром потом скинь мне вот этот приказ который только что назвал добро скину ну вот вижу я об этом первый раз услышал спустя полгода ну дальше ситуация могу рассказывать то есть я начал писать во все инстанции возбуждение уголовного дела и видимо это дело надоело по ростовской области описал я не писал москву но они договорились это были ребята с батайска фирма фсб не зарегистрирована нигде но то есть организованная преступная группировка они передали у фсб города ростова-на-дону следователю карпищенко пв ну видимо по договоренности начальство мы имели им приказали либо просто по их договоренности ну вот такая вот хрень ну а тот уже вообще не имея никаких оснований возбудил уголовное дело так как ну я в предыдущих роликах своих рассказывал чтобы возбуждать уголовное дело нужны основания прежде всего факт фактов нету никаких поддельным все все основано на поддельных доказательствах которые не имеют юридической помощи но что вот еще тебе рассказать спрашивай получается сейчас они тебя хотят поместить стационар до для обследования в рамках уголовного дела да ну я еще раз повторяю я изучил пк поместить стационар меня вообще в принципе нельзя так как я гражданин другой страны можно поместить только физических лиц фирмы рф это только через суд через судебное постановление следователь выносит ходатайство мотивирует это все и ну далее пошел процесс я ему все это озвучил вчера он мне кричит а им не по барабану у меня есть свой уголовный кодекс я его выполняю и все ну адвокат там был по так сказать как они считают государственный ну которого знание на уровне этого следователя так я мягко скажу фамилия адвоката как всем 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 зов это назначенный дак система я считаю тебе надо озвучить свои болячки ну чтобы народ знал ты говорил у тебя какая-то болезнь типа диабета до последняя стадия и по сути ну я знаю точно что психушке нету никаких диет сладкого там почти не дают то есть я не я просто не представляю как можно человека с это с последней стадии диабета куда-то помещать ну там стадия не последняя их всего две просто осложнения тяжелые дали осложнения дали на фоне того как меня врачи начали лечить неправильно и когда я это понял я бросил их нафиг ну сейчас сам потихоньку медленно стал приходить в порядок и вот на тебе нарисовался вот этот фсбс не каркищенко в п то есть я как бы не люблю говорить о своих болячках так сказать физических но если надо будет но озвучим это дело потому что но я тоже за представляю что дурка это фактически больница чем кормят в больнице это кашами углеводами тем чем тем что есть диабетику в принципе нельзя нашел я эту бумагу короче записывай номер 199 приказ мвд номер сто девяносто девяносто девять приказ мвд от 01 04 2014 от 01 04 2014 года пункт не помню пункт не подскажешь пункт 1 инструкции гласит о том что действие настоящей инструкции не распространяется на следование жилых помещений понятно ну естественно я открою то есть я все кто мне реально помогает да мне в принципе помогают многие большое всем спасибо вам говорю тебе особенно потому что ну ты вообще мне помогаешь наверно больше чем кто-либо во всех отношениях тебе скоро лет ну мне уже 64 года скоро но через восемь месяцев 65 будет а чужие не дадут тебя докопались то я не пойму ну антон докопались ну что я достал их всех понимаешь я достал их не только фсбшников это просто дана команда насколько я понимаю подожди подожди а чем-то их достал ты же никуда не ходишь никого нету не беспокоишь утку я не хожу на время болезни а до этого посмотри мои ролики углов я был пенсионном фонде был судах был где где я таю приставов был где я только не был то есть мало того что пешком ходил я еще им письма писал везде у меня записи из этого с халтуринского 101 есть это прокуратура по ростовской области то есть я был везде просто ну видимо в то время ты еще не интересовался моими роликами в это два года назад я там их достал всех это сто процентов я не вижу вижу я те скинула текстовую часть то есть смотри вот тут есть закон так называемый 144 об оперативно-розыскной деятельности так вот в статье 6 указаны виды этой деятельности среди них есть восьмой пункт обследования помещений зданий сооружений участков местности транспортных средств они вот обычно ссылается именно на этот пункт да но следующим абзацом идет именно приказ мвд номер 199 в котором говорится что данная инструкция не относится к жилым помещениям то есть на жилые помещения они не имели права без возбуждения уголовного дела без решения суда в рамках уголовного дела проникать на это вообще заходить к тебе они делают они не возбуждают уголовное дело но я предполагаю так договариваться с каким-то судьей который выписывает постановление именно на основании вот этого закона 144 оперативно-розыскных мероприятиях они прекрасно знают что это все не относится к жилым помещениям они приходят к людям показывает им это постановление и свое свободно заходят когда ко мне пришли я им сразу сказал говорю у вас постановление фальшивы она не относится к жилым помещениям они ну просто проигнорировали и зашли и омон их в это покорно слушался вот этих оперативников да ну в принципе я им сказал то же самое так как не предъявили номер постановления судей просто за четырехзначным числом таких постановлений в судах нету обычно идет дробь месяц число то есть нету четырехзначных чисел почему я проверять начал искать этого куделина нету такого постановления письменные запросы дал молчат как рыбы то есть данное постановление они подделали сами это сто процентов подожди ты в мвд направлял этот бумагу с требованием предоставить тебе именно вот это постановление копию постановление с которым тебе пришли воды я писал по не только по этой бумаги я писал в купе то есть я описывал всю ситуацию просил их возбудить уголовное дело естественно описывал постановление вот этого судьи которого в принципе не было но может быть наверно скорее всего ты прав надо еще отдельно это запросить конечно отдельно сразу за мвд ответит не а потому что они обычно отвечают по суде мы не имеем полномочий а там взаимодействовать судьями или общаться как-то с ним а при чем тут судьи постановление было на руках у сотрудников омвд соответственно начальнику мвд обязан предоставить копию потому что тебе возглавление постановление было у сотрудников фсб которые нигде не зарегистрированы кому писать сотрудникам фсб тогда пиши так может лучше написать южакову это фсб которая в ростове она открыта подожди ты говорил что полгода назад в августе к тебе пришел участковый тебе кто постановление показал участковый нет постановление мне показал те кто ворвались и когда запустил участкового кто показал конкретно емелья и погоди если ты хочешь чтоб я фамилию не да не фамилию кто он сотрудник чего и мвд фсб сотрудник фсб михаил сергеевич емельяненко по моему ну вот пиши на имя руководителя фсб что тогда когда-то приходил показал не дал ознакомиться полностью прочитать не дал оставить за это ну свой автограф что ты ознакомлен и не предоставил копию на основании там к рф там или просто в общем требую предоставить копию для знаю я думаю что писать фсб бесполезно потому что я им несколько таких писем отправил не просто один раз на несколько и последний раз вот когда был на комиссии в дурки я им занес письмо до а потом следом еще и почта им письмо принесла и все вот эти вопросы там поставлены что-то я не вижу что кто-то на них не желает да да тогда надо жаловаться по это ну тут уже вступает такая махина 1 под названием это переработка макулатуры это бумаги в макулатуру то есть нужно обжаловать все их отписки и всех молчания ну придется антон было бы время и здоровье я тоже не сидела так но завтра отчете в меня это что у тебя там какие-то три видеоролика до якобы нами вменяет мне конкретно три видеоролика от 18 года название если хочешь я сейчас могу найти прочитать я думаю это не суть важно суть важно в другом что я зашел я ж ну стал проверять когда мне это уже в письменном виде предъявили там вплоть до минут прописаны ролики я открыл эту страницу пролистал все донизу есть ролик на моем канале я не видел этих роликов это первый вариант второе точно но их нет у меня даже то есть ты заснял видео как ты листаешь вот эту страницу которая указана до самого конца и этих лет нету да с названием числами с названием времени их нету просто у меня этих роликов и даже допустим если удалил их я так предположим что я их удалил по незданке там либо неважно как следователь обязан доказать что эти ролики разместил я то есть он обязан доказать что в это время я находился дома у компьютера и я их разместил и помимо этого это не только его мнение должна быть произведена независимая экспертиза ну чего не было в принципе сделано то есть ни экспертизу ничего никаких доказательств не показали экспертизу мне вчера показали местных работников фсб то есть ну сам понимаешь что значит мер и экспертиза тех же работников которые возбудили против меня уголовное дело то есть но фуфло явно подожди насколько мне известно ты уже давно не пользуешься паспортом рф и у тебя его вообще в принципе нету нету уже скоро три года 8 месяцев почти четыре года а ты персону снимал с регистрации снимал с регистрации то есть как давно ну как давно у меня объявление в газете даже давно от восемнадцатого года чтобы мой паспорт номер такой-то такой-то утерян я писал два раза в суд подавал когда им вернул паспорт ну что ну в ответ тишина суды мои заявления не принимают я писал начиная от следственного комитета прокуратуры управления делами президента о том что но у меня нету паспорта и никто мне не отвечает у меня паспорт грубо говоря своровали то есть я его вернул туда где он был то есть таганрог там есть подразделение но тоже нигде не зарегистрированная я вернул в таганрог с требованием отписаться ко мне то есть естественно я послал им с описью вложения с уведомлением то есть у меня все документы есть о том что ими все это получено и в ответ тишина вот уже скоро четыре года вообще тишина подожди я задал конкретный вопрос ты персону с регистрации снял до того как отправил да да а то есть вот четыре года ты получаешь сначала снял с регистрации а потом отправил этот бланк да да так подожди вот это то что полгода назад происходило вот это изъятие вещей у тебя из дома там предъявление каких-то обвинений тебя уже в стационар под это предоставляли пытались там что-то сдать в психушку а как они вообще определяли что ты это ты ну вот как первый раз вообще никак то есть я когда происходил обыск я им я их спросил ребята а как вы узнали кто я такой они мне ответили на основании оперативно мероприятий оперативно-розыскных мероприятий то же самое мне ответил вот следователь картищенко с фсб города ростова первый вопрос ну я тебе говорю что но камера у меня подвела то есть половина не записалась первый вопрос который я ему задал как-то определил что я это я ответ был такой же самый по оперативно-розыскным мероприятиям все ну это получается как и у меня все со слов сотрудников полиции да да то есть я не знаю со слов не со слов вообще интересная позиция как можно установить личные данные вернее установить личность по оперативно-розыскным мероприятиям ну вот такая хрень у меня с собой был конечно билет офицера советского союза но они у меня его даже не спросили ну первый раз я же тебе говорю что был изъят этот подарочный паспорт советского союза барышевой ну там фотография там все нормально изъятые свидетельства о рождении советского союза вот чего обидно то есть я об этом пишу а мне отвечают нет ничего не изъято то есть у тебя изъяли свидетельство о рождении за да и не вернули и не вернули и стали писать что когда я стал требовать возбудить уголовное дело что у меня украдено свидетельство о рождении мне прокуратура отвечает мы смотрели там нету твоего свидетельства хотя должна быть опись документов где прописано то есть 320 листов должны быть каждый лист прописан что они у меня изъяли а у них ну вот такая хрень понимаешь поэтому естественно я ребята вынужден к вам обратиться за помощью потому что но вот эти фермачи стали творить просто ну я наблюдаю последнее время творят что хотят не соблюдают вообще не законов вообще ничего вот им дан приказ тупая не его выполняют ты говорил что если тебя поместят обычно в рамках уголовного дела ну насколько мне известно уже многие прошли это делал вот допустим живой мужчина хозяина меня анатолий из города калининград у него то же самое было ему это инициировали уголовное дело и в рамках уголовного дела зашли в квартиру правда уголовное дело было не против него против другого но все равно хоть какие-то формальности они соблюса это соблюли то есть они в рамках уголовного дела зашли в квартиру в два часа ночи и там якобы не знаю спровоцировали или как или просто свое сфабриковали ну со слов анатолия то есть он ничего такого не говорил они ему начали менять что он угрожал следователю и получается в рамках этого уголовного дела его соответственно психушку направили он на он там 30 дней провел ему сказали что он полностью здоров да дальше вот они сейчас судят уже сколько уже почти полгода то есть они 14 раз переносит заседание потому что он сказал я больше не персона я живой мужчина хозяин меня анатолий все и от адвокатов и от всех отказался и от персоной отрекся то есть говорит все мне это ваши игры надоели я живой мужчина я не знаю что тебе можно посоветовать я в принципе такая же ситуация у тебя не бумага ничего нету доказывать я по всей видимости буду действовать твоими методами сумму и другого пути не имею не вижу ну что интересно вот я беседовал с этим каркищенко для него что человек что физическое лицо одно и то же я говорил это как-то своих роликах ну вот такой вот сидит там ему по моему лет 30 так на вид ну вот такие вот дела действительно какая разница рубль доллар евро все равно да да ему абсолютно по барабану то есть я так понимаю что ему дан приказ а как он будет выполнять этот приказ это его проблема он просто не думает о том что отвечать то потом придется ему я все к чему веду что у тебя то 30 дней принципе это ничего страшного там можно если правильно себя вести по-человечески то можно ну полностью показать и доказать что ты вполне адекватный здоровый и здравомыслящий человек но вопрос другом у тебя здоровье страдает и ты можешь просто не пережить эти 30 дней в этих стационарных закрытых условиях без специального питания без специального ухода и без специальных лекарств совершенно верно я просто тебе про это и говорю помимо того что уход питание это ладно мне необходимы спортивные занятия каждый день 10 километров хожу на стадион занимаюсь каждый день иначе ну по-другому нету выхода болячек а тоже меня выпустит там никто не выпустит там те даже свежим воздухом могут не давать подышать я по себе знаю я это специально как ну подходил там раз день открывали маленькую такую щелочку и я вот через нее дышал свежим воздухом ну вот антон вот такая вот ситуация сложилась то есть как-то на находить выход то есть естественно добровольно я никуда не поеду вся добровольно к ним больше ни шагу это сто процентов буду писать естественно после нашего твоего выпуска ролика и буду писать писать до тех пор пока ну я считаю пока их не уберут нужно это настолько молодежь у которых не включается своя голова я просто в шоке не я предлагаю что не даже вот судя по разговору у меня сложилось ощущение что может я не прав у меня сложилось ощущение что они даже не хотят до суда делал доводить именно по уголовке они хотят просто чтобы ты там ну психушки что-то с тобой случилось у тебя здоровье не выдержало и все ну я им не о своих болячках пока никому не говорил но по всей видимости ты правильно говоришь потому что я живо пытал но на видео не записалось я его долго пытал сколько дней 30 60 20 он мне так и не ответил сказал я не знаю то есть я так полагаю что 30 прошло по договоренности могло быть еще dp 30 и ну конец ясен то что вот такие вот дела ну а сами бумаги ты видела направление на это на обследование саму бумагу я написал вернее я подписал под принуждением cfb рт он меня ознакомил на копии мне не дал сказал что копии больше дам только после окончания уголовного дела я ему сказал на это что тебе конституция по барабану выходит чё хочу то и творю ну в принципе он мне зачитал полномочия следователя супа к где четко ясно прописано что он обязан подать в суд ходатайство там он просто не дочитал до конца я же домой пришел до когда читал до конца но вот такие вот ребята служат федеральной службы безопасности ну это очень похоже на фразу все равно что не знаю при получении свидетельства рождения в загсе тебе говорят приходит а свидетельство рождения вы получите после смерти после окончания уголовного этого дела ну да в общем ситуация такая я тебе говорю что нехорошая ситуация я ясно все я обращаюсь ко всем блогерам правозащитникам правоведам юристам и всем ко всем кто может помочь помогите распространить этот ролик помогите игорю помогите советами звонками поддержкой информации распространение информации потому что если мы игорь не отстоим такая тенденция эту карательную машину под названием карательная психиатрия плюс уголовные дела со стороны фсб это все надо останавливать если мы это все не остановим вот этот беспредел именно беззаконный беспредел который не основан на законе не копии не выдают и ничего не предъявили ним не показывают направляет в стационар это со слов звонят что-то требует без повестки и приглашают но это вообще это какой-то какой-то каменный век вот серьезно но я так могу больше поддержать игоря антон большое спасибо тебе но я так полагаю что это у них последняя огонь и и на выдержать победите будет правда за нами тебе игорь советую в любом случае оставаться человеком и вот я тебе передаю совет дмитрий николаевича луценко это бывший начальник отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом вот который отдел который меня три месяца крутил и не только меня но и все наше окружение то больше двухсот человек вот а после пыток когда меня пытали и с пакетами на голове электрошокером и всю печень отбили после этого после этого он со мной разговаривал и в итоге дал совет добыть ты человеком ну совету правильный только этот бы совет применять к ним нет к ним они к ним они могут только сами применить ты властен только над собой поэтому следи за собой будь всегда человеком не матерись не ругайся не рукоприкладства и веди себя всегда достойно по-человечески ну в принципе я так и прожил свою жизнь то есть как бы мне смотря на прожитая но есть маленькие грешки но по большому счету антон но большое спасибо тебе что ты отозвался на мою так сказать на мой крик о помощи галина рут отозвалась тут еще пару человек блог блогеров звонили ну по всей видимости завтра послезавтра еще роликов таких на выпускаю да и держи в курсе постоянно хотя бы на ролик на минуту это выпуская каждый день чтобы все в курсе были где-то что ты дома или что происходит вообще ну конечно потому что звонят я все говорю буквально ну каждый час это сто процентов вот и прерывал звонок тоже женщина с чебоксар звонение не игорь 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 это тебе звонят это ты знаешь что тебе звонит а я тебе говорю держи общественность в курсе буду тобой все в порядке я тебя понял буду обязательно ну давай прощаемся не не прощаемся до скорой встречи и скорой встречи они периодически да антон но еще раз повторюсь для всех что самый мой главный помощник это антон булгаков это сто процентов антон николаевич булгаков благодарю еще раз за помощь благодарю но